тридцатка за зданием я прям вот смотрю на третий этаж на балкон метров 20 от здания всем привет с вами drone adventures и как вы уже наверно поняли мы сегодня будем тестировать джи впв мы его уже тестировали несколько раз результаты были не очень удовлетворительными но так как потому что у нас была европейская версия которая 25 милливатт сейчас появился плюс возможность взломать его и поставить 700 и 1200 милливатт соответственно будем сравнивать с обычным 5.8 сигналом и с 1.2 посмотрим как оно все будет какая будет картинка так что поехали и так вот там вот лежит мой коптер сейчас мы проверим насколько реально летать на 5.8 вместе с 1.2 вот здесь вот будет дврка сейчас саня будет включать свой диджай впв давай ну пока все нормально вот вот сейчас пошли помехи но в принципе тоже в целом видно ну есть немножко не фонит немножко конечно но не так что прям вообще в ноли падает так что на 400 милливатт ну да так что в принципе летать даже можно можно параллельно возьму коптер на 5.8 здесь стоит тбс к я не помню на 500 то ли 800 милливатт сейчас включена по-моему я на 800 переключил вот дальше я полечу вот туда в коридор после этого будем тоже самое делать на 1.2 и на диджай впв и диджай впв мы хотим попробовать полетать побольше чтобы показать в чем его кайф если в нем вообще кайф ну и так далее так что начинаем я поставил патч направлю его как раз по прямой и буду сейчас летать это с учетом того что он стоит вот так напротив и смотрит туда патчем итак соседний этаж почти ровно средина здания тут раз два три четыре пять перегородок таких и одна бетонная плита то есть соседний этаж на 5 8 летать в принципе невозможно получается ну я это уже раньше тестировал и это и так нам просто решил вам показать теперь переходим на 1 и 2 и пролетим тот же маршрут уже с 1 и 2 посмотрим насколько будет сильно тратить точнее вы увидите насколько здесь сильно разница итак берем коптер на 1 и 2 сейчас попросту тупо попробуем тот же самый маршрут с залетанием в те же самые кабинет кабинки пролетим соседний этаж тоже и посмотрим насколько будет серьезно разница а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Мы вставим карту памяти в коптерный юнит для того, чтобы писать прямо с борта и не устанавливать на коптер гупрошку. Он пишет в Full HD и видео с коптерного юнита будет сейчас во весь экран. На него будет сверху наложено чуть меньшим размером ДВР со шлема. Как раз вот с карточки памяти. Почему я сделал именно так, я вам объясню позже, а вы смотрите внимательно, чем они различаться будут. Так, ладно, я наверно встану, буду стоя летать для того, чтобы DJI FPV и 5.8 были в одинаковых слоях в плане прямой видимости антенн между собой. Вот. Ну, картинка, конечно, блин, изначально детализация просто офигенская. По сравнению с 5.8. Ну, то есть я сейчас стою на земле, прямо около себя. У меня задержка, я вижу, вот 24, 28, 26 миллисекунд. Вот. Недавно я смотрел как раз тесты шарков, там получается задержка порядка 15 миллисекунд от камеры до шарков. Здесь. И еще говорят, что DJI все-таки система, она чуть-чуть занижает. Поток 25 мегабит. Так, ну все, я тогда сейчас попробую полететь. Так, все, ДВР пошло. Затись пошла. А если чужими рейтингами, на чужими рейтинге летать тяжеловато. Сперва просто полечу по коридору. Блин, конечно, ощущение офигенно. Тяжело, конечно, лететь на чужих стиках. Меня, блин, пипец раскачивает, потому что я до этих стика еле дотягиваюсь. Ну, по коридору по одному этажу я пролетел, по другому вернулся. На самом деле, ощущение, что летит и смотрит через двухроводку. Серьезно, конечно. Серьезно. 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 Это шестой пролет. Прямо рывками идет картинка. Прямо вот реально рывками. Как будто тормозит. Как на Мавике. Притом, самый прикол, что задержка пишется. О, до 50 поднялась. Да, это 30-50 скачет. Поток 9. Но картинка реально идет рывками. Это, конечно, не очень. Слетим в следующий пролет. Смотрим, что будет дальше. Ох, вообще картинка рассыпалась. В восьмом-то сейчас. Задержка. Так, ну на 5,8 я здесь еще летал. Хреново очень было, но я здесь летал. Ну вот здесь почему-то получше прошло. Так, ну на лестницу я вот даже не знаю. Но я нырну туда, посмотрю, конечно. Лестница девятая получается. Ну, кстати, на удивление, на 5,8 у меня здесь картинка погасла, но здесь не погасла и вроде нормально было. Теперь последний пролет. На 5,8, насколько я помню, я его тоже пролетел. Ох ты, как дергается картинка. Задержка официально 40, но на самом деле она чуть ли не полсекунды на такой скорости. Теперь там, где у меня 5,8 погас в ноль, на 1,2 я смог вылететь в окошко. Оп, картинка, задержка, ну картинка есть. Задержку пишет 24 миллисекунды. Все в квадратиках, но она есть. Все, я вылетел из здания, залетел за здание. Картинка есть, но плохо летабельно. Ну все, я за коридором. То есть, в принципе, я сейчас пролетел тот же маршрут, что на 1,2, но были фрагменты, где вообще жопа. Теперь я попробую вернуться по третьему этажу. Наверное, сейчас придется бежать. Не, пока лечу картинка есть. Где-то здесь я на 1,2 вылетал в окно. Ну, вылететь в окно я смог, но... Блин, конечно... Летим обратно. Я пролетел тот же маршрут, что на 1,2. Большая часть маршрута, конечно, картинка была лучше, чем на 1,2. Теперь это будет. Так, 22,7. Сколько там на морсе должно быть? 21. 21. То есть, что можно лететь, да? Да, только лететь в 5,000, да. Ну, жестиди, обычно на 12. Блин. Ну, он располагается, такой задержка к медленным полетам, на самом деле. Ну, да. Ну, как на Mavic, вот эта вот фигня, видишь, задержка картинки, ты когда отлетаешь, такая раз, она зависла, потом просралась, показывает, потом раз, опять зависла. Это не круто вообще. Теперь я объясню, что это был за таймер. Самые внимательные, наверное, заметили, что я говорил, что картинка дергается, но при этом на DVR она не дергалась. Так вот, моменты пропуска кадров DJI DVR не записывает. То есть, он просто пропускает вот эту пустоту и склеивает ее в цельное видео. И у нас полет получился 5 минут 48 секунд. И на эти 5 минут 48 секунд таких пропусков набралось аж целых 6 секунд 30 миллисекунд. То есть, это примерно 2% футажа. То есть, в те моменты, когда картинка рассыпается и появляются рывки, вот эти вот куски теряются. Соответственно, мы потеряли 6 почти с половиной секунд картинки, когда летали. Я думаю, объяснять, насколько это критично при быстрых и агрессивных полетах в сложных местах не требуется. Поэтому выводы делайте сами. А теперь давайте проведем одно очень интересное сравнение. Возьмем сложный маршрут внутри здания с большим количеством поворотов. И посмотрим, кто улетит дальше. DJI FPV 5.8 или 1.2. Сейчас обратите внимание на картинку. Как она себя поведет, что с ней произойдет. И также заметьте, что она закончится даже раньше, чем закончится телеметрия, приходящая с данными от коптера. Фрагмент абсолютно не ускорен. Это как раз были те самые пропуски кадров, о которых я говорил ранее. Давай, берем патч, направляем его туда, куда мы летим сейчас. Обращаю внимание, что на 1.2 у меня просто лишка стоит на приеме. Вот сейчас я на этом коптере полечу туда же. Сейчас мы найдем. Коптер сдержаем. Урубай ДВР. Где-то второе, третье помещение максимум. Серег, смотри. Он улетел, наверное. А вот он, вижу, нашел его. Вот он лежит. Ну я тут еще, ну не сказать, что прям супер уверен, но я еще лечу. Вот я пролетел в еще одно помещение. Все, я упал. Ну пойдем посмотрим, сейчас выявим победителя по расстоянию. Да, давайте. Ну, объективно говоря, на 1.2 я просто, видимо, сейчас антенну не очень удачно поставил, потому что я на нем должен был вылететь вообще из этого помещения. Мы пролетали здесь насквозь. Да. По любому этажу можно вылететь здесь. Вот у нас вход. Идем. Вот мы идем. Первое помещение здесь. У всех троих было сноса. Ну вот Диджай здесь начал дергаться первый раз. Дальше идем во второе помещение. Ну вот, вот лежит 5.8. Смотри, третье помещение лежит 5.8 прям на границе. Ага. Четвертое помещение лежит Диджай. Вот. И где-то вдалеке попискивает 1.2. Теперь идем дальше. Слышим, как... Четыре. Пять. Шестое. Ну и вот на вылете. И на самом вылете, да, вот этих плит обычно практически падает. Ну да, просто если бы я летел чуть-чуть быстрее, я бы успел проскочить это помещение и вылетел бы. Просто я сейчас, да, летел медленно. Вот здесь вот картинка еще есть. Мы здесь прицеливаемся на окно, разгоняемся и вылетаем. Вот, в принципе, мы вам показали все. Какие можно выводы сделать из данного видео? Ну, чудо не произошло. Но это, в принципе, было ожидаемо. 5 ГГц это все-таки есть 5 ГГц. Даже на 1,2 Вт. Даже на 1,2 Вт, да. В принципе, на 5,8 я тесты проводил. Ну вот, в бетоне между 200 мВт и 800 мВт. Разницы нет вообще. Соответственно, летать на DJI, конечно, клево. Картинка реально как с GoPro, но задержка чуть-чуть, конечно, чувствуется. Видна каждая веточка, в отличие от того же аналога на 5,8. Кстати, привет тем, кто говорит, что типа DJI это как 5,8, аналог вблизи. И нифига. Картинка реально в разы лучше даже в режиме фокус-мода. Потом, по поводу полетов вот в таких сложных местах, конечно, это оказалось, наверное, даже невозможным. Потому что, когда ты залетаешь за стенку и у тебя картинка начинает дергаться, даже фиг с ней, что она рассыпается, но она дергается и появляется содержка. Фрезы, да. Фрезы как на Mavic. Вот реально, ребята, как на Mavic летаешь, и получается вот дергается, что пропускает, там, бывают задержки по полсекунды, пропускает. Это совсем неприемлемо. Если лететь быстрее, чем вот как мы сейчас летали для теста, то это сразу краш и все, и хана. Вот. Единственное, что еще, в чем может быть плюс, это места, где большая переотраженка. Это в каких-нибудь ангарах и все такое. Там, да. Там, скорее всего, будет лучше. Но это не доказано. Но это, да. Возможно, мы как-нибудь это протестируем. Будет продолжение, возможно, этого видео. Посмотрим. Ну, а в целом, получается как-то так. Конечно, 1,2 с точки зрения возможности полета так и остался на высоте. DJI, он примерно рядом с 5,8, но картинка на голову лучше. Поэтому, если вам хватает 5,8, DJI – это ваш выбор. Если вам нужно нечто большее, то, конечно, надеюсь, это видео было вам полезно. Надеюсь, мы ответили на ваши вопросы. Кстати, на вопрос, можно ли летать одновременно с 5,8 тоже постарались ответить. В принципе, проблем никаких не было. Ну, а теперь всем спасибо за просмотр. С вами был DroneAdventures. Всем пока!